Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Как подготовить ребенка к первой исповеди? Кто любит чистоту сердцу, того приятность в устах, тому царь друг. Это из притчи. В псалтире есть слова, как юноше сдержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Вот с детства юноша, видя пример родителей, наставников своих, духовника, должен уметь сохранить свое сердце в чистоте. Потому что если человек запустит в свое сердце грех, выкорчевать его оттуда очень трудно. А вот не пустить грех значительно легче. Святые отцы сравнивают это с обороной укрепленного города. Когда враг за стеной, а ты на стене, то ты один можешь противостоять десяти воинам. Если враг пробрался в город, то ты уже один на один, и никакого преимущества у тебя нет. Поэтому, конечно, нужно за нашими детьми следить. Должен ставить обязательно родительский контроль в интернете домашнем, чтобы ребенок не лазил куда не надо. Нужно понимать, какие фильмы ваш сын смотрит или дочь. О чем он переписывается, может быть, даже посмотреть историю того запросов, которые он делает. И разговаривать, разговаривать, объяснять, молиться вместе с ним. Говорить о том, какие разрушительные ошибки он может допустить. С ним надо общаться, надо делиться с ним духовным опытом. А к исповеди приготовить, обычно это происходит, когда ребенок достигает семи лет, может быть, следующим образом. Посадить его, сказать, Господи, открой нам наши грехи. Или, как говорит Иоанн Златоуст, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Мы же каждый вечер в молитвах это произносим. И сказать, помнишь, сыночек, ты вот обидел бабушку, нахамил ей. А помнишь, ты с сестренкой конфеткой не поделился. Это жадность. А помнишь, ты то-то, то-то. А вот ты там поленился. Вот ты понимаешь, что это был грех. Да, понимаю. Вот об этом батюшке и скажи. И немножечко ему сказать о том, что такое само по себе таинство исповеди. Вот так его и подготовить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...